Всем привет! Сегодня я покажу, как правильно запустить газовую пушку. Для запуска в работу газовой пушки мы привезли баллон с газом и выбрали воздухонагреватель. А конкретно газовый воздухонагреватель RedWerk мощностью 30 кВт. В наших предыдущих роликах я подробно объяснял последовательность подключения и запуска газовой пушки. Сегодня мы это будем делать на практике. Для того, чтобы правильно подключить газовую пушку к газовому баллону, необходимо ознакомиться с инструкцией и, следуя ей, провести все этапы подключения. Для того, чтобы подключить шланг в комплекте с редуктором к баллону, необходимо воспользоваться ключом на 27, но также можно воспользоваться разводным универсальным ключом КВЛИТЕТ. Второй конец шланга мы подключили непосредственно к газовой пушке, и в этом нам помог ключ КВЛИТЕТ размером 17 мм. Для начала запуска необходимо открыть кран на баллоне. Далее включаем кнопку вентилятора на панели управления. Для запуска газа в камеру сгорания необходимо нажать на кнопку электромагнитного клапана и удерживать ее в течение 30 секунд. И одновременно нажимать кнопку пьезы розжига. Я отпустил кнопку электромагнитного клапана и пушка продолжает работать. Для того, чтобы отключить пушку, необходимо перекрыть кран на баллоне. После того, как мы перекрыли подачу газа, огонь в камере сгорания погас. Необходимо выждать 5 минут, для того, чтобы пушка сама себя при помощи вентилятора охладила, то есть охладила камеру сгорания и затем можно ее выключать. После отключения газового воздухонагревателя и дальнейшей его транспортировки его необходимо отсоединить от баллона. То есть при помощи ключа на 17 и ключа на 27 мы отсоединяем шланг от пушки и от баллона. Шланг от пушки отключен, ее можно спокойно переносить либо транспортировать. Я думаю, ничего сложного в подключении газового воздухонагревателя нет. И напоминаю, что для его правильного подключения и отключения необходимо очень тщательно изучить инструкцию. Надеюсь, видео было полезным и интересным. А я на этом с вами прощаюсь. До следующих роликов с техникой RedVirg. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова